Для всех, кто, как и мы, с детства задавался вопросом, как Волк из-ну, погоди, переживал все свои физические злоключения, мы попросили реального доктора посмотреть мультфильм и разобрать, что на самом деле произошло бы с героем при всех этих травмах. И вот, что мы узнали. История болезни. Пациент-Волк. Первая серия. Удар голой стопой по железному баку. От души. Трижды. Перелом пальцев, перелом стопы. Отвесное падение с высоты больше пяти этажей. Перелом позвоночника, бедер и ног. Летальный исход. ДТП с забором. Отдел с легким испугом. Обстрел косточками в глаза и зубы. Частичная потеря зрения, потеря зубов, гематомы. Падение с дерева в петлю. Возможен синдром длительного сдавливания, разрыв внутренних органов. Летальный исход. Приземление на подушку из ежей. Ушибы. Незначительные ранения. Многократные, тяжело объяснимые научно удары трамплином. Многочисленные переломы ребер. Жесткая посадка после длинного перелета. Разрыв внутренних органов, ушибы, переломы. Срокупный летальный исход. Итоги первой серии. Чтобы пережить эпизод, волку понадобится три жизни. Вторая серия. Заглот шарика. Народное тело в дыхательных путях. Асфиксия. Летальный исход. Столкновение со столбом, который не скрывает исхода. Летальный исход. Вылет из кабины аттракциона на полном ходу с падением на опору и в другую кабину. Сотрясение. Разрыв паренхематозных органов. Вероятность перелома позвоночника. Еще раз примерно то же самое. Перелом позвоночника. Летальный исход. Пикирование после аттракциона. Ушиб ребер. Травма челюсти. Остановка двери лицом. Незначительная травма носа. Удар крышкой рояля по хвосту. Перелом костей хвоста. Итоги второй серии. Чтобы пережить эпизод, волку понадобится три жизни. Третья серия. Прыжок с моста. Компрессионный перелом позвоночника. Поражение в кориде против мотоцикла из-за приступа глухоты. То есть наезд сзади. Перелом ног, бедренных костей. Совокупный летальный исход. Столкновение со шлагбаумом на полном ходу. Перелом позвоночника. Разрыв внутренних органов. Летальный исход. Удар крышкой. Перелом челюсти. Укус рыбы через перчатку. Отделался легким испугом. Тяжело трактуемое научно ДТП. Ожоги. Переломы. Падение с высоты 6-7 бочек. Ушиб таза. Экстремальное торможение на велосипеде. Ушибы. Ссадины. Контакт с линией электропередач. Остановка сердца. Ожоги несовместимые с жизнью. Летальный исход. Итоги третьей серии. Чтобы пережить эпизод, волку понадобится 3 жизни. Четвертая серия. Полет с верхнего яруса трибун. Колоченный перелом. Перелом позвоночника. Разрыв внутренних органов. Летальный исход. Подъем непосильной тяжести. Скачок давления. Разрыв связок. Выбих суставов. Приземление блинов на ногу. Перелом пальцев. Падение кубырком по лестнице. Сверхотуры стадиона. Множественные переломы конечностей. Ребер позвоночника. Шеи. Летальный исход. Падение на спину. Ушиб. Падение на козла. Травма костей таза. Травма гениталий. Два броска. Растяжение. Болевой прием. Больше растяжений. Необъяснимой наукой полет пикирования с жесткой посадкой. Если он действительно умеет пикировать, то поздравляем всего лишь перелом челюсти. Попадание палкой. Перелом носа. Полет вертолетом через весь стадион. Сокупный летальный исход. Итоги четвертой серии. Чтобы пережить эпизод, волку понадобится три жизни. Пятая серия. Отравление никотином. В краткосрочной перспективе только головокружение и рвота. Самобомбардировка арбузом в голову. Сотрясение. Защемление шеи дверями троллейбуса. Травма шеи. Растяжение. Возможно удушение. Столкновение с автоматом. Ушибы. Защемление хвоста. Чуть больнее, чем эпиляция. Спуск с эскалатора в тазике. Экстремально, но отделался легким испугом. Итоги пятой серии. Волк выжил. Шестая серия. Прыжок с парашютом, без парашюта. Переломы, разрыв внутренних органов, внутреннее кровотечение, летальный исход. Поражение в битве с петухом. Царапины, резкое падение самооценки. Стыковка головы и колодца. Гематома. Стыковка ведра и головы. Гематома. Спрессовывание в машине. Летальный исход, который даже описывать страшно. Выстрел с солью в зад. Рана. Прыжок с утеса на песок. Тяжелые ушибы. Рикошет камня в голову. Гематома. Прыжок из поезда на ходу. Переломы бедра, внутреннее кровотечение, совокупный летальный исход. Итоги шестой серии. Чтобы пережить эпизод, волку понадобится три жизни. Седьмая серия. Пинок и падение с лестницы. Ушибы, гематомы, травма позвоночника. Столкновение с металлом на полном ходу. Ушиб коленей. Свободный полет с крана, находящегося выше корабля. Переломы, повреждения внутренних органов, внутреннее кровотечение, летальный исход. Удар чемоданом. Гематома. Стыковка головы и стены. Сотрясение. Еще один удар чемоданом. Ушиб. Падение в паровую трубу корабля. Сгорание заживо. Летальный исход. Падение на палубу. Переломы рук и ног. Укус за хвост. Колотые раны. Итоги седьмой серии. Чтобы пережить эпизод, волку понадобится две жизни. Восьмая серия. Зацеп шарфом за дерево во время скоростного спуска. Перелом шеи. Летальный исход. Полет с высоты в неглубокий сугроб. Сотрясение, травма черепа, перелом шеи, травма позвоночника. Летальный исход. Делительная ходьба босиком по снегу. Обморожение. Непредвиденный шпагат на льду. Разрыв паховых связок. Провал под лед. Обморожение, судороги. Совокупный летальный исход. Падение с лестницы вслепую. Ушибы, гематомы, сотрясение, травма позвоночника. Игла в печень никто не вечен. Полотая рана. Падение с высоты подъемника в неглубокий сугроб. Перелом коленей, перелом позвоночника. Совокупный летальный исход. Попадание в лавину. Асфиксия. Летальный исход. Итоги восьмой серии. Чтобы пережить эпизод, волку понадобится пять жизней. Промежуточный итог. За первые восемь серий волк пережил 22 своих более реалистичных версий. Продолжение во второй части. Которая будет, если... В общем, вот этот сон мне и снится уже где-то полгода, доктор. Я каждый раз зачем-то адаптирую формат скринжанки с 7-летней давности, который они забросили после пары выпусков. Хотя он пользовался популярностью, его даже в России переводили. И я не знаю, слушайте, на современном ютубе это же вдвойне опасно так обсуждать травмы. Потом, как люди отнесутся к тому, что условно мы взяли не Боевичилова, а иронично все обыграли на советском мультфильме. Как бы простят ли они это издевательство над классикой. Вообще не знаю, нужно ли это людям сейчас. Как они к этому отнесутся. Поставят ли они лайки, подпишутся ли на канал. Это же вообще не особо формат киноогонь. Я не знаю, я не слишком глубоко анализирую сон, доктор. Слушайте, ну это совершенно нормально. Здоровая рефлексия, так сказать. Иногда полезно делать то, что вам подсказывает ваше подсознание. Вопрос только один. Какой? Планки, скажем, в 20 тысяч лайков для второй части будет достаточно? Конечно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.